Труд таджикских мигрантов самый низкооплачиваемый в России. Здоровье жителей Таджикистана под серьезной угрозой. Пытки в Узбекистане. В течение 12 дней пинали по голове, надев пакет. Согласно исследованиям ученых Национального исследовательского университета высшей школы экономики НИУ-ВШЭ, труд выходцев из Таджикистана и Кыргызстана оказался самым низкооплачиваемым среди трудовых мигрантов. По данным НИУ-ВШЭ, больше всего в России в среднем зарабатывают трудовые мигранты из Белоруссии, в среднем за прошлый год 41,1 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше зарабатывают грузины 33,5-35,9 тысяч рублей и молдаване 33,2-35,3 тысяч рублей. Выходцы из Украины уже в худшем положении – около 30 тысяч рублей, а хуже всего в России живется таджикам – 25-28 тысяч рублей, узбекам – 27-29 тысяч рублей и киргизам – 27-29 тысяч рублей. При этом продолжительность рабочей недели у мигрантов в полтора раза дольше, чем у граждан РФ – 59 часов против 39,6 часов. Работодателями мигрантов в основном выступают малые 40,3% и средние 35,7% предприятия, которые доверяют им неквалифицированную работу, хотя на родине 60% из них работали по более высокой квалификации, сообщает ria.ru. И общий месяц зарплата – 28,3 секунды готовы. Жизнь и здоровье граждан Таджикистана в некоторых населенных пунктах находится под угрозой из-за китайских цементных заводов. Об этом сообщает Азади. Китайские цементные заводы, являющиеся предметом гордости для Рахмона, который преподносил их открытие как некий успех его правительства, теперь вызывает недовольство со стороны народа. Азади сообщается, ссылкой на жителей Махалли, Худжамбио, что население этого района жалуется на сильное загрязнение воздуха. Мы эту пыль потом собираем с автомобилей, с домов. Дышать практически невозможно, сказал один из жителей этого района. Еще один из жителей Махалли сообщил, что ночью выбросов в воздух становится еще больше. По мнению экологов, производство цемента является наиболее вредным для экологии, и во многих странах подобные заводы строятся в максимально удаленных местах от населенных пунктов. Наталья Идрисова, координатор НПО «Маленькая земля», говорит, что никто не говорит, что за оборудование установлено для очистки вредных выбросов атмосферу. Откуда оно поставлено? Говорят, что все нормально, все в норме, однако никаких сведений и отчетов не предоставляют. В то же время всем известно, что в самом Китае сокращают производство цемента и стараются перевезти их в другие страны, считает она. Кроме того, по мнению экспертов, вероятно, что еще 40 лет Таджикистан будет использовать самый грязный вид топлива. Перевод практически всей промышленности страны на потребление угля может привести к катастрофической ситуации для всей окружающей среды страны. Дочь Насибы Узаковой, задержанной 13 ноября 2017 года по обвинению в экстремизме, в беседе с узбекской службой BBC заявила о применении жестоких пыток в отношении ее матери. По словам Азизы Узаковой, дочери задержаны, вследствие нанесенных в ходе пыток ударов по голове из носа ее матери вытекает гнойная жидкость. Увидеться с матерью ей позволили по окончании следственных действий. По словам моей матери, в течение 12 дней молодые парни пинали ей по голове, предварительно надев на голову непрозрачный целлофановый пакет, наносили удары дубинкой по всему телу и голове. В результате полученных ударов у моей матери из носа выделяется гнойная жидкость. На данный момент ей приходится заниматься самолечением, используя лекарства, которые мы в силу своих возможностей передаем ей, сообщила Азиза Узакова в беседе с BBC. Напомним, что ранее другая дочь Насибы Узаковой, Умида Узакова, задержанная вместе со своей матерью и братом Мухаммад Амином, рассказала в открытом письме о жесточайших пытках в отношении них для получения признательных показаний. «В течение 17 дней я находилась вместе с матерью и братом в ГУВД города Ташкента. В течение этого времени меня избивали, пугали и угрожали для получения от меня признательных показаний. Оперативники мне сказали, что если я не признаюсь в совершении преступления, то меня разденут, снимут на телефон и распространят видео в интернете, или же закроют в одной из камер в подвале с насильниками, а напротив поставят мою мать и моего мужа и заставят наблюдать за всем этим. Их начальник приказал раздеть меня и засунуть дубинку промеж ног со словами «Если вдруг умрет, ничего страшного, одним актом спишите». Рассказала тогда шокирующие подробности Умида Узакова в своем письме, опубликованном в Фейсбуке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok